Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях директор гимназии номер 5 городского округа Люберцы Лариса Юрьевна Лёвушкина. И пришла она не просто так. Ну, во-первых, нам всегда приятно пообщаться с представителями образования, потому что это тоже наше всё, как и все те люди, которые сюда приходят. Но у вас есть повод, потому что в 1962 году не было ещё кое-кого, а уже школа появилась. Тогда это была средняя школа номер 5. Кстати, номер сохранился, теперь это гимназия номер 5. 60 лет вам. Расскажите, как всё происходило. Добрый день. Да, в 1962 году появилась на Люберецкой земле Люберецкая школа номер 5. Вот с того момента и началась такая славная традиция и развитие нового учреждения, которое до сих пор существует. И, в общем-то, надо сказать, что хорошо существует. В 2000 году школа получила статус гимназии. А дальше мы начали немножечко обрастать присоединениями. Да. Начали отхватывать себе кусочки лакомые. В 2015 году произошло объединение с открытой сменной школы. И таким образом в нашей гимназии, наверное, одной из первых и единственных в области, получилось, что по закону образования все оказались в форме обучения. То есть у нас с приходом открытой сменной школы это было заочное обучение, очно-заочное, самообразование. Ну и плюс очная форма обучения, как обычно, в гимназии, в дневных школах. И поэтому, в общем-то, выбор у людей появился. И так можно, и вот так, и даже вот эдак. Да. Вот. Затем, значит, буквально год назад к нам присоединили седьмую школу, которая находится прямо напротив нас. И мы подумали, в общем-то, какую пользу при этом объединении получить. И мы решили в здании седьмой школы открыть чисто начальную школу. У нас сейчас там обучаются дети с первого по третий класс. А в основном здании... Уже дальше? Уже дальше, да. Ага, то есть вы разделили на маленьких и взрослых? Да. Мы как бы там создали свой такой мир начальной школы. И сидит там третий классник, смотрит на окно через дорогу и мечтает, скоро я пойду во взрослую школу. Надоело мне тут уже. Понятно. Вот. Ну и буквально совсем недавно, вот в июле этого года, к нам присоединили шесть детских садов. Это объединение, детский сад Соленок. Вот. Теперь мы большой образовательный комплекс. Слушайте, ну это уже, да, для... Ну, как и положено 60-летнему красавцу, да, на душу, чтобы было всё как намази, что называется. Ну, во-первых, я так... Давайте начнём сверху. Всем этим, всей этой работой нужно управлять. И я так понимаю, что на вас... Вы, наверное, только и радуетесь возможным присоединениям. Вот. За голову не хватаетесь. Почему? Потому что выстроить работу-то это, наверное, ну, можно, да, любому под силу. Но собрать коллектив, потом ещё отсоединённые, присоединённые, это же свои там трения есть и так далее. Как вам удаётся всё сейчас это, ну, скажем так, за всем этим следить и балансировать вот в этой истории? Вы знаете, с седьмой школой, в общем-то, прошло очень хорошо и гладко для всех. И было понимание у родителей, что мы делаем там начальную школу, здесь старшую. Коллектив седьмой школы тоже замечательный. Вообще седьмая школа раньше была девятилеткой. И все... восьмилеткой. И все дети, окончив восемь классов, шли и дальше обучаться в пятую школу. Поэтому ещё... В принципе, можно сказать, что уже работала система. Да, система уже практически работала. Пришли педагоги из седьмой школы замечательные, все с опытом. Поэтому, проработав год, ну, как-то поддерживая друг друга, мы как-то все вот так вот перемешались. И год прошёл, в общем-то, очень спокойно и плодотворно. Сколько у вас сейчас, ну, я не знаю, есть ли такие подсчёты, учатся детей, сколько работают учителей? Значит, детей у нас в школе 1200, плюс детский садик, в общем, две, почти больше двух тысяч воспитанников сейчас у нас. А учителей? Коллектив 120. 120. Даже больше. Так, на каждого 100 человек там получается, да? Приходится. Ну, и давайте мы поговорим теперь на самый главный вопрос, ответим, всегда я люблю задавать, потому что вот есть школа, есть гимназия, есть лицей, есть, уж там ещё что-нибудь, может, придумают и так далее. Но родители, когда начинают искать учебное заведение, давай вот гимназию, потому что это вот круче, чем школа. Чем отличается средняя школа от гимназии? Есть хоть какое-то отличие? Ну, каждая школа, конечно, имеет свою индивидуальность. Прежде всего, конечно, исходишь из кадровых возможностей, из того потенциала, который есть. Вот, смотришь микрорайон, какой контингент приходит детей. Ну, и вот от этого строишь работу. Самое лучшее берёшь из того, что уже было, и дальше уже развиваешь. У нас с пятого класса дети изучают два языка иностранных. Первый и основной у нас английский, дальше мы начинали, у нас был французский, а дальше сейчас у нас есть итальянский второй язык и испанский. То есть по выбору родители могут с пятого класса выбрать второй язык. То есть у вас, получается, на выходе ребёнок... В девятом классе у детей в аттестате за девятый класс два языка иностранных. И я так понимаю, что... Тут ещё сразу такой возникает момент. Опять же, родители-то принимают решение, а ребёнок ходит в условную школу, гимназию и так далее. Всё зависит от нагрузки. Если ребёнку нравится, конечно, он... И, кстати, успевает всё, ну, немножко устает, безусловно. Если ребёнку не нравится, а родители его ещё чем-то загружают, а тут ему ещё второй язык, а ему это не хочется. То есть как выстроена работа, в отличие, скажем, от обычной школы, чтобы ребёнку захотелось учить этот язык? Какие-то, может быть, методики, подходы? Во-первых, всё зависит от учителя. У меня очень интересные молодые специалисты иностранных... Я уверен, что это очень сложный момент. Это сложный момент, но поскольку мы являемся площадкой для... У нас проходит практику наш областной институт именно иностранных языков. То есть они к вам так иначе попадают? Они нам попадают, да. Студенты приходят на практику. Ну, вот так вот спрашивая у них... Потихоньку, полигонечку, вербуете их. Да, находим. Ну и как они работают? Потому что одно дело, вот специалисты, которые с опытом, мы ещё к ним вернёмся тоже, а другое дело, когда вот молодые ребята, это же самые сложные, ну, когда ты там совсем недавно, да, ещё студент, да, или ты закончил, и ты приходишь там вот с 9-го, да, вы говорите, классный. Но это же всегда сложно заставить, чтобы получить уважение и так далее. Как вы контролируете молодых специалистов, помогаете им, чтобы... У нас там нечество, прежде всего, конечно, оказываем помощь, потому что это сложно. Кто-то идёт смело, потому что они... Открыть эту дверь-то, да? Да. Кто-то, ну, не очень, надо, конечно, помощь оказывать со всех сторон. Поэтому они сразу попадают в хорошую атмосферу, дружелюбную коллег. И начинается работа. Ну, и давайте уж тогда, коли мы говорим о детях, сейчас мы будем отдельно говорить, кто сегодня у вас этот ученик, как это, средний образ, или хотя каждый ребёнок – это индивидуальность, безусловно, о коллективе. Потому что предметов много, 1200 человек в школе, плюс ещё детский сад – это другой, да, подход в воспитательный уровень и так далее. Кого-то вы, наверное, давно уже сохранили, потому что на вопросе зарплаты мы понимаем, что Москва рядом, что всегда при первой возможности, особенно молодые специалисты, которых вы, может быть, воспитали там, ну, не только вы, ваши коллеги, я имею в виду в городском округе, как только крылья появляются, вроде только работают, начинают раз – и упорхнул воробушек. Чем вы привлекаете и вот те люди, которые уже много лет работают, как у вас проходит, может быть, педсовет какой-то? Я думаю, что прежде всего это атмосфера, отношения друг к другу. Когда, можно сказать банальные слова, когда учитель идёт на работу спокойный, уверенный в себе, знает, что отношения, и администрация хорошая, и детей. И вот этот климат, который мы стараемся создать… А кто вот его создаёт? Ну, понятно, директор сверху. Все, все по чуть-чуть, все по чуть-чуть, да. Хоть до уборщицы, да, которые… У нас уборщицы замечательные, они наши, кстати, родительницы, всегда нам во всём помогают, поэтому тут тоже всё хорошо. Просто я вот сейчас, вы напомнили мне, я до сих пор помню ещё класс второй, третий, у нас была в буфете школьном женщина, вот, нам не всегда самый лучший пирожок давала. Я, правда, такой был, я и сейчас как бы не маленький, а тогда, но вот такие маленькие воспоминания, то есть климат, потому что ведь от климата зависит, как это дети будут воспринимать, потому что агрессия… Конечно, конечно. Да, мы не только видом, но и своим отношением друг к другу показываем, как нужно вообще жить. Ну и я так понимаю, что мы не можем не задать это тоже вопрос. Гимназия, наверное, здесь, помимо традиционного подхода и той атмосферы, которая есть, тут ещё, наверное, надо изыскивать какие-то средства финансовые для того, чтобы привлекать, насколько сегодня у вас есть контакт с образовательными нашими всеми органами, которые по Московской области, городской округ Люберцы, потому что мы прекрасно понимаем, что хотя государство старается и докладывает нам всё время, что деньги есть, то-то, то-то, но всегда вопрос индивидуальный. Насколько вы сегодня вот эту денежную атмосферу можете создать? Ну, помощь идёт отовсюду и планируется когда-то что-то, какие-то большие ремонты или мелкие. Просто делаем план на следующий финансовый год. Депутаты каждый год помогают. Дмитрий Валентинович Дениско очень помогает. Местные наши депутаты помогают. Поэтому, в общем-то, обижаться грех сейчас. А по зарплатам как дела? По зарплатам, ну, сами понимаете, молодёжь приходит на минимальные без опыта работы, но у них там есть выплаты молодым специалистам. Классное руководство тоже, в общем-то, получается. Неплохая сумма. По сусекам вроде как. И со всех, да. И в федеральный источник есть, областной, и здесь местный. Стимулирующий фонд оплаты труда тоже. Поэтому, в общем-то, у нас неплохая по области, я считаю, зарплата. Ну, да, потому что привлечь, удержать, а уж если человек удержался, если ему понравилась атмосфера, коллектив, то какое-то время он даже, может быть, и за небольшие деньги в надежде, на потом на развитие, да, поработает. Это, я думаю, тоже как бы работа директора. Я прекрасно понимаю, что с директором... Представляете, я общаюсь с директором школ. Меня вызвали к директору, получается. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, после чего продолжим разговор с директором гимназии номер 5, городского округолюберца Ларисой Юрьевной Лёвушкиной. Напомню, что гимназия, она же когда-то средняя школа отметила свое 60-летие, стала большой, глобальной, где много учатся детей, где хороший, так понимаю, педагогический коллектив. Обо всем еще поговорим во второй части. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. У нас в гостях директор гимназии номер 5, городского округолюберца Лариса Юрьевна Лёвушкина. Напомню, что юбилей отмечает гимназия 60 лет со дня основания в далекие 60-е годы. Кстати, 62-й год, это же отепель. Да, 60-е годы. Там какой-то дух должен быть. Конечно, я хочу сказать, наследие нам очень хорошее досталось от предыдущих педагогических коллективов, от директоров, что-то там работали. Очень, потому что... Музей есть какой-нибудь? Да, да. В 77-м году был открыт музей имени Николая Власова. Он до сих пор сохранен. И пополняется новыми, я так понимаю, уже вашими современными применениями. Мы сейчас его осовременили, сделали другие стенды. Занимаемся оцифровкой всех фотографий, потому что мама самого героя, она очень часто раньше приходила в школу. Она всё, что могла, все материалы, в общем-то, подарила школе. Это всё хранится. Но постепенно, вот сейчас стараемся, чтобы там всё было у нас в идеальном порядке. Понятно. А вот 60 лет, это же выпускники, это какие-то были у вас встречи. Надо сказать, что выпускники у нас, у нас до сих пор в школе работают семь человек выпускников, причём не последних выпусков, а достаточно дальних выпусков. И у нас есть учительница Шупень Ольга Сергеевна, она преподает физкультуру, она сама окончила эту школу. Потом две дочки её закончили эту школу. И теперь вот внуки. Двое в 11 классе, и другая девочка ещё в 8 класс. Поэтому поколение, это тоже как бы создаёт дух, атмосферу и такой стержень хорошей в гимназии. Вот давайте вернёмся ещё к инструментарию, что ли, который присутствует в школе. Кабинеты, полы, мебель, занавески вот эти вот, парты. Жалюзи. Жалюзи теперь, жалюзи по СанПи, но только жалюзи можно. В наше время были, мне кажется, что это было как-то подобно. Раз так, то так. По-домашнему, да. Вы уже сказали в первой части, что помогают деньги, ремонт, потому что школа всегда ремонт. Помню прекрасно, лето ремонт, потом работает. Работа по получению какого-то нового оборудования, компьютерные залы, какие-то спортивные инструменты, это всё время продолжается? Конечно, это обновляется. Какие-то фонды выделяются? Или как это происходит? Нет, просто мы как бы подаём заявку, и это всё планируется в плане хозяйственном на следующий учебный год. По возможности, самые основные, крупные. Нам делали много ремонтов за последнее время. Вот что я руковожу с 2015 года. И сейчас у нас на территории строится ФОК. Да, физкультурно-оздоровительный комплекс. Здорово. Отремонтирован малый зал, большой спортивный зал. В общем, постепенно всё. Мероприятия в школе. Я помню, всякие балы осенние, зимние, новогодние. Какая-то программа существует. Всегда есть. Немножко по дыме нас немножко. Это да. Но у нас при возможности каждый год проходит традиционное, наверное, с 1962 года. Это традиционная игра «Щит и меч». Так. Что-то типа «Зорница»? Ну, да. Это как бы аналог «Зорница». Мы проводим это, естественно, одним днём. И здесь дети готовятся очень с удовольствием. Старшеклассники – это наставники. Разбиваются по отрядам отряда этой классы. Вот это мы проводим. Ну, как у всех, традиционные новогодние праздники. И день самоуправления мы очень любим проводить. Когда немножко учителя как бы… Когда немножко учителя становятся немножко учениками. Да, да, да. Да, такое тоже есть. Ну, плюс мы… У нас дети очень талантливые. Мы участвуем во всех олимпиадах, всероссийских олимпиадах, в школе. Вот, кстати, да, показатель, потому что на выходе… Есть, в последние годы, да, да. Пришла в 2015-м, и где-то с 2017-го года уже появились учителя, которые захотели этим заниматься. Ну, то есть целенаправленно, скажем. Да, да, и дети. То есть уже дети каждый год, третий год подряд с удовольствием все участвуют. Очень масштабно, по всем предметам. И, в общем-то, есть результаты, неплохие результаты. Ну, давайте мы ещё о других результатах поговорим, потому что самое святое наше – это же ЕГЭ. Конечно. Вот, как поговорить с директором, мне кажется, слово ЕГЭ вот с вами всегда во сне, на работе, потому что это же показатель А – для учеников и для родителей возможность поступать, да, некий такой срез, тоже, кстати, учительское такое слово. Для вас – это показатель вашего результата вашей работы. Я так понимаю, что вы подходите всегда к этому моменту с неким таким волнением, скажем мягко. Что такое ЕГЭ для вашей гимназии и каковы его результаты? С какими баллами заканчивают дети? Ну, ЕГЭ также трепетно, как и во всех школах. И все мы также готовим не только детей, но и родителей к этому моменту. Родителей иногда больше приходится готовить. Да, иногда родителей больше приходится. Ну, естественно, мы ознакомливаем со всеми нормативными документами, если происходят какие-то новшества, изменения и так далее. Обязательно проводим классные часы, обязательно проводим пробные экзамены. Есть очень, кстати, хороший сайт ФИПИ, который очень любителем является Рособорнадзор. Тоже помогает, потому что там демоверсии есть, и там все документы выложены. Учителя стараются. Мы вообще в 10 класс набираем детей, уже просим прийти 1 сентября, как бы ориентированы на то, что они будут вставать в 11 классе. Так легче... Профессионально уже работать, чтобы... Да, легче просто строить каждому учителю подготовку, начиная уже с 10 класса. Конечно, да. Дети более спокойны за 2 года, а не за 2 месяца последних. Да? Привыкают к этому. Дети уже готовы, они нацелены на какой-то вуз. Ну, профориентация тоже немаловажна. Куда уходят? Уходят далеко и сгибируются в УЗИ? Вы знаете, по-разному. И в ПЕТ наш областной поступает. Каждый год у нас 2-3 человека идут в педагогические вузы. В этом году у нас прям были звездочки. У нас 4 человека сдавали биологию и химию, и поступили в медицинские наши шикарные, самые лучшие вузы на бюджет. Потому что сдали они очень хорошо. Медицинский на бюджет, это хорошо. Да, у них были очень хорошие результаты. Английский много сдают дети, общество знания, в общем-то, как все. Но работу надо начинать, уже мы начинаем, наверное, с января в 9-х классах. Когда мы смотрим, проводим такой небольшой мониторинг, кто собирается идти в 10-й класс, кто собирается идти в колледжи. Кстати, очень многие хорошие дети идут в колледжи при вузах. Немножко другой, да, дорогой. Потом, чтобы пойти в вуз уже, например. Да. То есть у каждого есть свой выбор. Ну, прекрасно. Мы потихоньку движемся к завершению, но я вот хотел лично с вами поговорить на вот такую тему. Это тема директора. Вот директор – это же человек, который отвечает за всё. Во-первых, ну, за учителей, понятно, коллектив. Ну, первое – дети. Коллектив, охрана, уборка. Питание. Это питание, это вообще, не дай боже, что называется. Как вы спите вообще? Спокойно? Ну, как сказать, тревожно иногда. Вот, тревожно. Всё бывает. Ну, это жизнь. Но у меня, в общем-то, достаточно хорошие помощники. Вот. И я могу на них надеяться. Вот зам по безопасности со мной работают с открытой сменной школой. То есть вот смотрите, сколько лет. Уже, наверное, лет 15 мы вместе с ним работаем. У ЗАУЧа у меня ещё такие молодые, 3 года только работают, но старательные. Так что, в общем-то, поддержка есть. А вы пришли в школу почему? Потому что так жизнь сложилась? Или это была такая целеустремлённая история? Я имею в виду вот ту ещё юную девушку, да. Значит, я вообще-то Люберецкая. Я со 2-х лет живу в Люберцах. Ну, своя, да, своя, да. Училась я в 42-й школе. На 115-м квартале жила. Естественно, очень любила такой активный образ жизни вести. Активистка. Комсомол, пионерка. Вот. И так получилось, что Тамара Владимировна Медведева, директор, тогда окончил 10 классов. Хотела год готовиться в музыкальное училище. Думаю, вот поступать. Потому что там специальные предметы, там нужно сильно готовиться. И она идёт так по коридору, говорит, какая молодая, красивая вожатая. Приходи вожатая работать. А как я могу своему директору сказать нет? Так бы не прошла по коридору. Я пошла работать в пионер-вожатой. И эта вот школа пионерская вожатая, конечно, сыграла большую роль. И дальше я поступила в естественное училище, я закончила училище. Следующий этап у меня был тоже очень интересный. Открывались только гимназии в городе. И я попала в 44-ю гимназию. Директором тогда работала Мили Ивановна Зверева. И с ней я проработала сразу. Меня взяла, я ещё не окончила. Я последний курс заканчивала. И она меня сразу ввела организатором внеклассной работы. Потому что им нужен был учитель музыки и человек, который проводил всякие мероприятия. Получается. И так я проработала с ней 16 лет. Вы знаете, она была очень хорошим директором, сильным директором. То есть у неё тоже что-то подсмотрели. Она очень многому не дала. Воле-неволе, когда работаешь с такими умными руководителями, это как-то впитывается в тебя. И иногда даже я замечаю, что я поступаю и думаю, как Мили Ивановна, прямо говорю. То есть, понимаете, так и случилось. Так и дальше пошло. Потом чуть-чуть поработала в Центре адаптации профориентации заучим. Потом мне предложили стать директором открытой сменной школы. И дальше вот пятая гимназия. Ну, то есть, в хорошем смысле слова, жизнь вас так потихонечку-потихонечку ввела к этому главному событию. А всё началось с вожатой, с активистом, с комсомолковой. Да, да. Все как положено. Какие планы у школы дальше? Потому что 60 лет – это замечательный. Вообще-то, юный возраст. Ещё работают и работают. Тем более, приросли новыми, так сказать, помещениями, новыми коллегами, людьми. Какие планы? Куда смотрите дальше? Что хочется? Ну, хочется теперь что-то. Есть непрерывное образование у нас в старших вузах. Но здесь детский сад, надо начинать, надо выстраивать как бы единую образовательную программу. То есть, из детского сада в школу? Да, что-то уже. Тем более, все уже родители, они все вот в микрорайоне, они все вот, все наши, скажем так. Все на ладони. Не то, что на ладони, а часть у кого-то дети ходят в детский сад и в школу. То есть, как бы, они все знакомы. Ну, я, Лариса Юрьевна, хочу вам пожелать вот этого оптимизма. А уж не знаю, существует директорский оптимизм? Наверное, существует. Существует, да. Пожелать всему вашему коллективу замечательному, успешной работы, чтобы у вас были вот эти приятные минуты. Кстати, и родители, и дети иногда не понимают, когда уходят со школы, ну, они, как мы говорим, большую жизнь, дорога и так далее. А некоторые учителя начинают уже скучать, что уже как-то привыкли, все-таки, ну, уже знаешь, все там проблемы и так далее. И если они возвращаются, приходят, или, по крайней мере, ну, не знаю, там, 1 сентября, или там, когда здороваются, что-то пишут, это же прекрасно. Поэтому вас еще раз с юбилеем. А в гостях у нас сегодня была директор гимназии номер 5 городского округа Люберцы Лариса Юрьевна Левушкина. И мне почему-то кажется, что после нашего эфира в следующем году у вас будет прибавление благодаря нашей программе. Будут приходить новые-новые ваши будущие звездочки, как вы называете. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова